Сегодня снимаем одну из наших любимых колясок, Карелла Маэстро. Также мы дадим несколько советов по преодолению ступенек во время прогулки. Всем привет! Меня зовут Александр Милюков, герой сегодняшнего ролика прогулочная коляска Карелла Маэстро. Передвижение, прогулки с маленьким ребенком не самый простой процесс. Вы не идете по прямой, вы заходите в магазины, кафе, поднимаетесь по ступенькам, передвигаетесь в общественном транспорте. Плюс вы берете с собой какие-то вещи, гуляете в разное время года и разную погоду. Учитывая все это, вам необходим надежный и удобный помощник, каким и является Карелла Маэстро. Сейчас из этой небольшой коробки я достану и соберу достаточно большую коляску. Маэстро почти собрана. В сложенном виде она достаточно компактна, что удобно при поездках в общественном транспорте и хранении дома. Одним из главных моментов в коляске, так как это то, на чем ребенок ездит, являются колеса. У Маэстро они достаточно большие. Каждая легко снимается для чистки. На каждом есть хороший амортизатор. Задние – мягкие внешние пружины. Передние спрятаны под пластиковым чехлом, чтобы не засорялись. Все это делает Маэстро хорошо проходимой по различным дорожным покрытиям. Переместимся на улицу и я это продемонстрирую. Секунду. Привет, Матрей. Поехали. Перед началом движения отрегулируйте ручку, как вам удобно. Амортизаторы и колеса сглаживают неровности дорожного покрытия. Максимальный комфорт ребенку доставит функциональное сидение и капюшон Маэстро. Матрей – парень взрослый. Я его пригласил для того, чтобы вы понимали, что в Маэстро будет удобно как маленькому ребенку, так и уже такому, как Матвей. Причем и в летней, и в зимней одежде. Похолодало. У коляски двойная утепленная ткань и укрытие для ножек в комплекте. В межсезонье, если пойдет дождь, используйте дождевик. В жаркое время года можно свернуть заднюю стенку для дополнительного проветривания. Если ребенок уснул, плавно опустите спинку, поднимите подножку и закройте ребенка от солнца большим капюшоном. Для того, чтобы привести спинку в сидячее положение, потяните за ремень вверх. Благодаря специальному замку в Маэстро это можно делать одной рукой. Ну что, поехали дальше? Часто во время прогулок вам придется преодолевать ступеньки. Сейчас мы вам покажем, как это делать правильнее всего, а как это делать не нужно. Непростой, но самый быстрый способ перенести коляску по ступенькам вместе с ребенком. При этом не поднимайте коляску за бампер. Вы можете его отломать. Бампер, как пятиточечный ремень и защита от сползания служат безопасностью ребенка. Затянуть или спустить коляску на задних колесах хороший вариант для нескольких ступенек, но не поднимайте так ежедневно на этажи. Ни одна коляска для этого не предусмотрена. Если ширина ступенек позволяет, можно заехать или съехать по ним. При этом не забудьте зафиксировать передние колеса для максимальной устойчивости. Лучший способ это сложить коляску и перенести ее. Маэстро для этого идеально подходит. Берете ребенка в одну руку, второй нажимаете блокиратор, поднимаете за ремень и коляска сложена. При своих габаритах и функционале Маэстро весит чуть более 9 кг. Также просто, свободной рукой, раскладываете ее. Большой латте и какао, пожалуйста. У Маэстро есть незначительная, но очень приятная опция. Два подстаканника. Для родителей И для ребенка. И для ребенка. И для ребенка. И для ребенка. Продолжение следует...